Всем привет! С вами Рогеймер и это новости мира от Geometry Dash! Что произошло за последнее время, какие уровни прошли, какие подтвердили и на каких слились в самом конце? Как там поживает Роберт и что случилось с Push'n Z? Всё это и многое другое в этом видео. Комьюнити ГД и так напряжена из-за отсутствия каких-либо обновлений. Но вот посмотрите, ГД без обновлений плюс мёртвые сервера. Остаётся только ждать удаления ГД Робертом и всё будет чики-пуки. Я надеюсь у него серьёзные причины на выключение серверов. И вообще я надеюсь, что это он их вырубил, а не сервера просто сами взяли и упали. Если всё это Роберт, то его можно простить, а если это не так, то у меня хорошая новость. Обновление выходит в следующем веке, ура! Наконец-то точно оно выйдет. Эх, если серьёзно, быстрее бы 2.11 и 2.2. Всем уже хочется поиграть с иконками из контеста, а не только это. Между прочим, я ранее говорил, что Серпонч покидает ГД. Он сказал, что вернётся в 2.2. Ну что же, Роберт, пили быстрее обновления. Гитар недавно после фэйлона 94% в Blade of Justice наконец-то прошёл его. Было видно, что он очень сильно хотел его пройти, не бросать же его после стольки времени труда. То у него мышка не работала, то ещё что-то, но всё уже позади. ГГ. Иссор подтвердил свой новый уровень Electrodynamics 2. Его сложность в Medium Card Demon. Очень красивый уровень с использованием Суникоптера. Суникс сделал 27 стон на своём Death Corridor Z и после подтвердил его целиком. Он просто монстр. Эта версия сложнее, чем та версия, которую вырихнул в Ноктофлай с возможным использованием в макро. Суникс его сбалансировал, бафнув пару мест и нервнув пару других, и после сильно бафнул ещё пару других мест. Чтобы сравнить версию Нокта и Суникса, я поиграл в оба в практике. Что же вышло? Рекорды. 40 попыток в практике на Death Corridor by Ноктофлай и 144 попыток в практике на Death Corridor Z by Суникс. Хм, попытки в Death Corridor Z сами говорят, что мне нужно, чтобы пройти его. Также я сделал 47% на Death Corridor by Ноктофлай. Думаю, вы поняли всю разницу. Между прочим, кто-то говорил, что Death Corridor Z сложнее Blood Last и Суникой в Инфинити. Это абсолютно заблуждение, поверьте мне. В Death Corridor Z единственное действительно сложное место, это его знаменитая Семи Силинд Вейв, спам и... всё. Да и в Blood Last в практике у меня было почти 1000 попыток. А разница огромная. Ну и под конец, Metal Face слился на 90% в оригинальном Death Corridor. Также недавно он умер на 93% в Суник Уэйв и 94% в Олд Суник Уэйв. Не везёт человеку, что тут ещё сказать. Quantum Processing это единственный Силиндемон, который был легально пройден, сказал Гиттер, своём Гиттер пробует. По сути, 2 года назад Quantum Processing можно было поставить рядом с Садом, и никто не заметил бы разницы. А Суникс взял и битл его за... день, господи. Он просто монстр. Temporium обновили, теперь он выглядит намного лучше. Кто не помнит, этот уровень это продолжение Reanimation, хотя я его больше вижу как просто какой-нибудь эпичный уровень. Субтитры сделал DimaTorzok Челлендж, который прошёл трус, а ещё пару людей. Кто пройдёт его у того-либо 144 Гц, либо он читер. Ну или ты просто бог ГД, если у тебя не 144 Гц, а ты не читер. Намёт, намёт про 143 Гц. Вообще идут слова, что Катурлин был создан специально для того, чтобы дискренировать игроков с 60 Гц. Обидно. Манникс официально покинул ГД, удалив все видео с канала и официально отменит легендарный мега-коллаб Fusion Z. Много людей возмутились насчёт от смены Fusion Z из-за того, что очень много коллаберов, да и вериферов потратили немало времени на его постройку и подтверждение. А сам Манникс без мнения этих людей решил отменить его. Как-то неправильно получается. Посмотрим, что будет с этим легендарным уровнем, который хоть и сделан очень давно, но до сих пор остаётся одним из лучших когда-либо созданных уровней. Fire после фейла на 87% битнул Twisted Tranquility, очередной экстрим-демон. Как всегда, ГГ, как по мне, лучший игрок СНГ. Вот только он продался, и теперь вместо того, чтобы играть на нормальных 143 герцах, он играет на 144 герцах. Я считаю этот поступок весьма необдуманным, и он может привести к распаду всего мина на 1.37 провинции. Надеюсь, он осознает свою ошибку. А? Стойте. Он искупил свою вину, подтвердив лучший уровень Украины, под названием Чечня. Ссылка на этот замечательный уровень под названием моего монитора. Ладно, героин в сторону. О, нет, Роберт стоял на этой стороне, и он украл весь героин. Какие теперь могут быть последствия? А... Вот же они. Ну а на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и адьос. Субтитры сделал DimaTorzok